В Кирове продавали пельмени, сделанные из просроченного мяса. В областном центре определились подрядчики по ремонту четырех областных дорог, а Никита Белых начал шить в колонии мягкие игрушки. Об этих и других новостях подробнее в рубрике «Короткой строкой». В Кирове продавались пельмени из просроченного мяса. Россельхознадзор провел внеплановую проверку в цехе производства полуфабрикатов в черте Кирова. Оказалось, что юрлицо организации систематически оформляет ветеринарные сопроводительные документы на просроченное мясо птицы, свинины и многое другое. Также установлены случаи производства пельменей из просроченного сырья. По факту выявленных нарушений юридическое лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей. По ремонту четырех областных дорог определились подрядчики. Несколько участков общей длиной более 35 километров на дороге Киров-Советский Иранск будет ремонтировать ИСУ-43. Работы там продлятся с мая по сентябрь. Вятавтодор стал подрядчиком сразу по трем объектам. К примеру, он возьмет на себя несколько участков протяженностью 32 километра на дороге Киров-Малмы-Шведские поляны. Завершится ремонт в сентябре. Всего в Кировской области в этом году по программе «Безопасные и качественные дороги» планируют отремонтировать более 134 километров дорог. Потратят на работы более 2 миллиардов рублей. Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, отбывающего наказание в колонии строгого режима под Рязанью, перевели из библиотеки на швейное производство. Уже больше месяца он занимается изготовлением мягких игрушек. Белых сняли с должности после того, как колонию посетили проверяющие из центрального аппарата в СИН. Их удивила комната отдыха, которую обустроил в библиотеке экс-чиновник. Также Никита Белых должен выплачивать штраф почти 50 миллионов рублей, вычитаемый из его зарплаты. Вовсим подсчитали, что работая на швейном производстве, он заработает больше, чем в библиотеке. Кировчанам представят нашумевший в России и СНГ моноспектакль «Здесь был Вася». Это современная театральная притча, рассказанная одним актером в эстетике стрит-арт театра. Зритель полностью погрузится в атмосферу, станет неотъемлемой частью действия и выйдет из своей привычной роли пассивного наблюдателя. Гостей ждет актерская импровизация, интерактивные элементы и гротеск. Моноспектакль состоится 6 февраля в кафе «Адрес счастья».